Мы с вами начнем с небольшого повторения, но такого повторения, которое нам должно в очередной раз продемонстрировать всю красоту теории категории. Речь идет о понятии свободного моноида, который у нас был в пятой лекции, который нам Артем Михайлович рассказывал. И я скажу немножко с другой стороны о том, что это за понятия, потом повторю те построения, которые Артем Михайлович дел в пятой лекции, и потом мы их продвинемся еще чуть-чуть дальше. Ну а вообще и это, вот понятие свободного моноида, оно в алгебре существует очень давно. Что такое моноид мы знаем, а что такое свободное, не совсем понятно. И в принципе в алгебре определение вот этого понятия свобода, оно такое, не очень конкретное, не очень точное, не очень понятное, не очень очевидное. И это происходит по причине, ну некоторой бедности языка, когда в понятиях, которые есть в этой теории, мы не можем выразить основной смысл. А когда мы переводим это понятие на теоретико-категорный язык, смысл появляется абсолютно точный. Ну так часто бывает, вот есть известный фейк про то, что в языке эскимосов есть 50 слов для обозначения снега. Ну это известная ерунда, там ничего такого нет, но идея состоит в том, что если у вас богатый язык для описания чего-то, то это вот круто. А это другие языки, там где с этим не сталкиваются, язык не настолько богатый, значит вот, есть проблемы с описанием соответствующих понятных. Так вот, с такой алгебраической точки зрения, что такое свободный моноид? Мы берем какое-то множество, обычное множество, и из этого множества формируем множество слов. А со звездочкой множество слов. Буква А здесь означает алфавит, поэтому такое множество часто называют именно алфавитом. А множество слов, это когда вы берете и соединяете символы алфавита вместе. Ну там, скажем, если у нас А это множество, состоящее из нуля к единичке, то когда вы пишете рядом слова, то вот получается, что не будет такое. И это будет, соответственно, слово из А со звездочкой. Если мы на таком множестве, на множестве всех слов произвольной длины, да, и туда мы еще обычно добавляем пустое множество, вот так я его поставлю, пустое слово, когда никаких символов. Значит, если мы на этом множестве добавим еще операцию, операцию конкатенации, когда мы соединяем пустое слово в одно, то вместе с такой операцией мы получаем фактически маном, потому что у нас есть пустое слово, это единица операции конкатенации, и слова мы можем соединить. Вы возьмем два слова, 0,1, 0,0,1, там возьмем слово 1,1,0, соединим их вместе, получится слово 0,0,1, 1,1,0. Так вот, общее построение, ну это конкретный пример здесь, а общее построение такое, вот вы выберете множество, затем строите на нем множество слов вот таких, потом добавляете операцию конкатенации, и здесь устроя слово, и в результате получается целый маной, который называется свободным. И свобода здесь означает отсутствие всяких ограничений, то есть это маной, который не ограничен ничем. В нем нет, как говорят обычно, чего в нем нет? В нем нет мусора, в том смысле, что все элементы этого маной, приходят изначально из этого множества. Это множество генераторов маной, да, из него все строится. В нем нет такого мусора, то есть все, что есть, оно все пришло из этого множества путем конкатенации. И во-вторых, здесь нет шума, и под этим термином понимают следующее. Любые соотношения, которые между элементами модоида возникают, они приходят исключительно из свойств этого модоида, которые, ну, собственно, свойства, свойства единицы и ассоциативности, и никаких других. То есть, если у нас есть какое-нибудь вот такое равенство, равно вот чему-то такому, как трижды, в этом манойде, то вот оно может возникнуть только исходя из свойств манойда. Нет никаких дополнительных ограничений, дополнительных ограничений отношений на элементы. И вот вместе два этих свойства называют свободным манойдом. И свойств какого манойда? И вот два этих свойства называют манойдом, свойства манойда вот этого, который вы построили, свободного манойда. То есть, что такое, почему он свободный, этот манойд? Потому что там нет мусора и там нет шума. Ну, вы говорите, что у нас, если записано такое соотношение, то мы там можем применить... Если взять ассоциативность от куба. Еще раз, вот если есть такое соотношение, то оно происходит исключительно из свойств манойда. Как раз таки мы говорим о том, что никаких нетривиальных соотношений в этом манойде нет и не может быть. И вот именно поэтому мы его называем свободным. Но вот эти объяснения, отсутствие гентривиальных соотношений, это такое, с точки зрения алгебры, ну не совсем формальная штука. То есть, отсутствие чего-то там, принесенное извне, это в общем неизвестно что. То есть, мы можем смотреть на определение, ну окей, вот есть там определение, вот это мы можем делать. Но дальше, вот если мы получили манойд построенный таким образом, ну мы понимаем, что он свободный. А если нам дали какой-то манойд, то вот уже начинать анализировать, а вот он свободный или не свободный, а черт его знает. Как проверять эти условия, там, как проверять какие-то ограничения, есть ли они там, нет, элементов бесконечно много. В общем, возникают какие-то сложности, которые сказаны с тем, что манойд получен не тем способом, который мы бы умеем получать свободные манойды. Значит, это такое понятие свободного манойда, алгебраическое, ну и там вот где-то, в книжках по алгебре, когда он вводится, он вводится примерно так. Обычно еще вот к этому всему добавляется специальное отображение, такое вложение множества генераторов, вот строящийся маной. Ну, давайте начнем обозначать эмо, такой свободный маной. Причем, в данном случае это именно вложение, оно определяется тривиальным образом. Если мы берем какой-то конкретный элемент а, то результатом будет тоже а. То есть это именно вложение множества генераторов, получившиеся свободный маной. То есть это такие, все слова, состоящие из одного символа, который, кажется, генератор. Вот, но дальше, понятно, что тут много других слов, которые там густое, которые составные, там еще что-то такое. Вот, да, единственное, что, конечно, здесь нужно написать из А во множество элементов этого манойда, чтобы не было каких-то отображений. Ну, я снова использую это обозначение, такое множество элементов, соответствующего генераторической структуре. Вот, мы можем то же самое, и вот это дело с накатой лекцией, определить этот свободный манойд в терминах уже теоретико-категорной. И получить такое же определение, ну, для которого можно доказать, что оно эквивалентно. Если мы возьмем вот такое отображение, то определенный с помощью терминокатегорных способов манойд будет ровно вот таким. Никаким другим он быть не может. Значит, и мы там уже говорим о следующем. Значит, во-первых, идет речь на двух категориях. Категория множеств и категория моноидов. И вот это М, как способ построения моноида, это на самом деле просто какой-то функтор, который нас ведет из СЭЦ, категория множеств, к категорию моноида. Вот, на входе множества и на выходе моноидов. И вот это обозначение вертикальной черточки, это на самом деле тоже функтор. В данном случае он нас ведет из категории моноида, категорию множеств. То есть, есть два функтора, они обозначаются, ну, скажем, это конкретное обозначение синтаксическое. Тут буковку мы видим, мы, конечно, могли там обозначить, это как-то F, U и что как-нибудь. Ну, это просто два функтора. Вот если мы ими задаемся, и задаемся также вот таким отображением, я его обозначу имя А, для А, которое нас будет вкладывать в порожденную штуку. Вот у нас вот это все есть. И мы начинаем писать так называемое универсальное свойство. Как многие другие понятия в теории категории, мы строящуюся конструкцию пытаемся писать с помощью универсального свойства. Для всех каких-то там, чего-то там, существует что-то единственное. Существует единственное что-то такое, что и там дальше указываем соотношение или рисуем какую-то диаграмму. Вот у нас так было всегда. Мы это делали и на пятой рельсе для свободного моноида, то, что я сейчас повторю. И после этого мы делали для... Что там у нас было? Ну, вот эти все пулбэки кушауты, для пределов мы там такое делали везде. Мы определяли все с помощью универсального свойства. Вот в данном случае оно такое. И это как бы часть определения свободного моноида. Значит, мы говорим, что для любого другого моноида N какой-то моноид и для любой функции, которая будет отображать множество А, во множество этого... во множество элементов такого моноида. Так, ну кто-нибудь помнит, что там у нас должно существовать? Вот есть любой моноид, любая функция. Давайте вот эту часть я нарисую сейчас. Значит, у меня есть А. Так, мы это рисовали, я здесь буду повторять. Вот это А. Вот это А. Вот эта часть у меня сейчас написана на доске. То есть у нас исходное множество А какое-то фиксированное. И мы берем соответствующие элементы и как бы его отображаем на множество элементов моноида. Так вот. Значит, в этом случае для них и для всех существует единственный гомоморфизм моноида. Гомоморфизм G, который будет действовать из свободного моноида N. То есть вот здесь у нас отображение из множества А во множество элементов моноида N производного. А там вот такой гомоморфизм. То есть мы его добавляем отдельно. Мы его добавляем отдельно сюда на диаграмму. Он существует из множества, поэтому я его штриховой линии показываю. G, V. Значит, это я вот там пересматривал пятый лиц. Денис возмущался, что одна диаграмма для разных категорий была. Поэтому я на всякий случай разные диаграммы. Ну, можно тут реально какие-то стрелки рисовать. Чего? Ну, пункта рисовать все будет красиво. Ничего не помогает. Смотрите, если мы из А в МА рисуем какую-то стрелку, которая обозначает пункта, будет красиво, то все. Ничего не помогает. Значит, я пишу для множеств. Здесь соответствующая диаграмма отражается на множество с помощью вот этих элементов множества этого обозначения. И что у нас теперь здесь? Во-первых, вот здесь это выложение и А, которое у нас было изначально. А вот эта стрелка, она будет индуцироваться гомоморфизмом. И, значит, мы тоже можем от гомоморфизма перейти к соответствующему отображению для элемента. То есть, с этим значком. Поскольку сейчас мы знаем, что это уже в общем функтор, то мы можем им пользоваться в том числе и для отображения. Абсолютно нормальный толчинец. Вот. Это мы дорисовали. Ну, а здесь мы можем явно указать соответствующее определение. Значит, такое что? Р будет совпадать с вот такой композицией и А, композицией с Ж. Нет, не так? Да. Сейчас так. Композиция и А. Вот. То есть, существуют и табы, и единственные. То есть, диаграмма коммутативна. Вот этот треугольник оказывается коммутативным. Ну, и, значит, еще вот этот маноид. Категория церкви происходит, а значит, у нас в категории маноид происходит. Так вот, оказывается, что здесь мы тоже можем увидеть, почему этот маноид называется свободным. И это связано уже гораздо более формально с текстом нашего определения. Вот смотрите. Свобода маноида – это на самом деле единственность, и существование единственность этого коммоморфизма. Вот. Говорят так, что существование… Вот, еще раз. Почему он свободный? Потому что в этом определении, в универсальном свойстве, существует произвольный маноид. У нас есть маноид, построенный неким специфическим способом, и есть произвольный маноид. И если какое-то свойство выполняется для любых вот этих произвольных маноидов, это означает, что это свойство максимально универсальное. То есть, именно для любых. Это и есть смысл слова универсальный, что для любых. То есть, если мы множество вкладываем в произвольный маноид таким образом, то переход между свободным маноидом и произвольным определяется единственным образом. Он существует, и он единственный. Вот, получается так, что существование такого гомоморфизма – это свойство отсутствия мусора. Смотрите, отсутствие мусора, там нет ничего лишнего, потому что мы смогли в любой маноид его перевести. А отсутствие шума, отсутствие других соотношений – это, на самом деле, единственность такого гомоморфизма из определения, из универсального свойства. То есть, это можно сделать единственным образом, и никаким другим нельзя. Вот такой переход из одного маноидов – это совершить в любой другой. Так что, получается так, что эти два свойства – существование и единственность – это такие формальные определения понятия свободы. И вообще, универсальное свойство, оно нам ровно для этого и нужно. То есть, некое свойство, которое выполняется для любых других произвольных элементов, которые мы тут берем. Но нас сейчас, мы сейчас переключимся на изучение других объектов, нас в первую очередь, сейчас будут интересовать вот эти два функта, которыми мы в этом определении активно пользовались. То есть, с точки зрения алгебы, нас интересуют структуры, которые мы получали алгебра-этистские, а в данном случае нас интересуют вот эти преобразования. И мы сейчас попытаемся на них более пристально посмотреть. Я для начала попытаюсь ввести отображение, которое действует на хом множество. То есть, множество всех стрелок между заданными объектами. Именно вот такое отображение. Значит, смотрите, я дару, но в разных это будет. Сейчас сначала. Категории. Оно будет отображение FI. Будете действовать из вот такой категории для двух моноидов. То есть, M-A у нас один моноид и второй моноид. И действовать оно будет на полмножества категории S-S. Соответственно, там, где-то у нас A и множество элементов моноида N. Вот такое. Мы его определим совершенно жестким образом. Мы любой стрелки G вот отсюда, вот здесь, куда, которую мы сказали, для регистра, для любой стрелки такой, мы будем ставить в соответствие ровно то, что мы и там вставим. То есть, будем ставить стрелку вот такого элемента. Обратите внимание, это у нас была стрелка у множества категории моноида, а эта стрелка уже на множество действует. Так вот, что мы можем сказать об этом отображении FI? Ну, во-первых, мы можем сказать, что мы видим, что вот здесь это ровно то, что там у нас губок КФ обозначается на той доске. Вот как работает это отображение. Если у нас есть G, то по нему, естественно, однозначно выписывается вот такая композиция. Ну, мы просто берем соответствующую функцию на множество, и вот это IA, оно нам задано изначально. Оно у нас было всегда. А в обратную сторону мы переход можем однозначно проделать? Вот таких стрелок, вот сюда. Ну, правоопределения там F-масло-интимное только. Сейчас, 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 подождите. В правом определении сказано, что для любого F вот ровно такая G существует, да? Ну, ладно. Значит, по идее, можно было. Это получается, что какая бы F ни была, вот ровно такое G мы можем построить, и оно единственное. А что это означает? То есть мы можем переходить слева направо, и справа налево однозначно. Значит, это мы что получили на самом деле? Мы получили изоморфизм. Мы получили изоморфизм, то есть биенцию, ну и более общую изоморфизм, который мы можем записать, вот нарисовать на тени у нас. Значит, в маноидах вот это будет изоморфно вот это, на то, что справа. А и вот. Значит, мы имеем дело вот с таким изоморфизм, который еще очень часто рисует в виде такого правила, такой дроби, скажем так, модели, в которой мы от M от A можем переходить в M маноиды. Сверху у нас маноиды, а снизу от A мы можем переходить к множеству элементов этого маноида. Это биенция, и она работает сверху вниз и снизу вверху. Это такое обозначение, которое это обозначение, это биенцию мы определяем вот таким способом. Сверху G равно, ну вот ровно то, что можно написать. Это G умножить на на пиа. То есть, биенция, мы можем переходить сверху вниз и снизу вверху. Смотрите, почему я это все вот подгоняю в такую форму. Казалось бы, факт изоморфности это хорошо, зачем нам нужны такие обозначения. Дело в том, что нас сейчас начинает интересовать не изоморфность, вот таких каких-то там множеств. Нас интересуются отношения между двумя вот этими функторами. Функтор M, который из множества строит свободный маноид, и функтор вертикальной черточки, который из маноида строит множество. И вот это хороший способ обозначения соответствия между ними. Два этих функтора вместе образуют некое такое правило, некую объекцию, и обратите внимание на их структуру. Ну, вот это примененный функтор, а здесь элемент исходный, которым он применяется. Вот здесь исходный элемент, а здесь элемент с примененным функтором. То есть, вот это обозначение такую симметричность содержит. И два этих функтора неким образом связаны между собой. То есть, они не с потолка такие взялись. Один строит маноид из множества, а второй от множества возвращает нас элемент. И вот еще обратите внимание нужно, что эта связь между функторами, само существование такой связи, на самом деле, говорит нам о том, что вот если к операции получить множество элементов маноида, мы относимся к чему-то крайне естественному, не в смысле естественного, а просто нечто естественное. Мы взяли множество элементов маноида, то к функтору свободных маноидов мы можем так и не относиться изначально, ну взяли там что-то построили, мало ли чего, мы можем строить элементов маноидов. Но наличие такой скази говорит нам нет, вот знаете, эти два функтора, они жестко связаны между собой. И это базовые операции, и свободный маноид тем самым должен в наших глазах повышать свой статус. Это неизвестно, что? Это именно некая базовая операция, связанная с операцией перехода от маноидов множества его элементов. То есть n-то любой маноид, и здесь тоже получается любое множество элементов этого маноида, а тут вот какой-то такой именно свободный маноид функтор соответствующий. Так вот, эти все соображения приводят нас к следующему определению центрального нашей сегодняшней лекции понятия сопряженных функторов. Можно в принципе даже заголовок себе записать. сопряженные функторы. У нас будет два определения. Одно более понятное и простое, но менее красивое. Второе менее понятное, но более красивое. Я правильно сказал? Надо потом прононизировать на видео. Вознила непонятно так значит мы берем две категории С и К К К Сопряжением между этими категориями с отбряжением с сопряжениями с с объемами с отбряжениями Имеется ввиду, что f действует из c в d, а u действует из d в c, т.е. обратную сторону пунктары. И естественное преобразование, которое из единицы c в категории c в единичных пунктах, вот сюда, в такую композицию функторов. Удовлетворяющее свойство. И снова универсальное свойство, причем, обратите внимание, что оно будет, в общем, повторять универсальное свойство моноида, свободного моноида. Значит, свойство такое. Для любых объектов c, вот так, объект категории c, для любого d объекта категории d. Так, теперь нам нужна еще функция. Вон оно, где он, где он, где он, где он, где он, где он, где он. Которое будет, как вы думаете, откуда, туда? Смотрите на налоги. Униз. Это c. Вот, давайте, смотри, вот сюда. Вот тут у нас функция из чистого множества, да, во множество с примененным функтором. Мы вот просто его повторяем, это объявление. То есть из c в уад, для любой такой функции, то есть мы переводим объект c произвольной этой категории в какой-то уад, то есть как бы в итоге результат функтора на другом произвольном объекте. Вот для них, для всех, для любых существует единственный g. g, соответственно, мы, наоборот, должны брать, да, как там было, при режиме bfc. g. g. Ну, такое что, и дальше соответствующее свойство, которое мы будем с этой связывать. Давайте его сначала запишем таким образом, ну, как равенство, а потом нарисуем. g. 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 Вот же композиция с чем? С целью. Это буква это. Это цель. Для объекта ц. Ну вот, если мы это нарисуем, напомним, это самая платформа. Уже внизу места нет. Выглядит это будет таким образом. ФС. ЖСД существует единственное. Так. И теперь так. Значит, это мы исходим из C. Здесь будет O, G. Это наша F. А тут что будет? А тут что будет? Деление свободного моноида. Там были вертикальные черточки и M от A. То есть это два функтора. В данном случае у нас получится U от F от C. Вот такая штука здесь. Вот это все. Ну и эта стрелка, это будет C. Так. И теперь нам нужна терминология правильная. То есть вот фактически мы, Гекови писал определение свободного моноида, но в данном случае уже функторы произвольные, без всякого смысла дополнительного, категории произвольные. То есть это понятие мы взяли и обобщили. Таким образом, ну как обычно мы это делаем. То есть там естественное преобразование в U, композиция F. Но если вот на картинку посмотреть, то как-то не сходится. Сейчас. Мы выбрали. Да. U композиция. Совершенно. Так. Значит, терминология. Функтор F здесь мы называем левый сопряженный. Функтор U правый сопряженный. Соответственно, это, которое здесь, вот это естественное преобразование, называется единица сопряжения. Конкретно соотношение между функторами мы обозначаем вот таким образом. F, такой значок, это нам показано. Вот F левый, U правого сопряженного. И в некотором смысле, обратите внимание, у нас соотношение между двумя этими функторами должно напоминать о соотношении между категориями. То есть, это как бы эквивалентность категории такая. Ну, как в примере, в примере с паноидом у нас там было СЭЦ и МОД. Вот две категории, да. И существование, возможность перехода из одной в другую и обратно, с помощью левого и правого сопряженного, задавало нам некое отношение, некое обобщение отношения эквивалентности. Но когда мы говорим об эквивалентности категории, нас интересуют категории, а когда мы говорим о функторах, нас интересуют именно функторы. То есть, это такое обобщение отношения эквивалентности, но во главу угла ставятся именно функторы, как они взаимодействуют. Вот этот функтор ведет нас куда-то туда, этот функтор возвращается право. И вот с таким понятием мы начинаем работать. Сопряженные функторы, которые действуют вот таким образом. И мы, на самом деле, пользуясь этим определением, можем повторить ту же связь относительно гомоморфизмов, которые были введены в случае со свободным моноидом. Мы можем просто достроить до того же самого. Естественно, преобразование-то имеет какой-то смысл, да? Это не просто преобразование, естественно, преобразование. Да, потому что, во-первых, что попало единицей не назовут. Ну да. Вот. А я думаю, что это нужно для свойств, которые на меньшем моноиде доказываются, которые им, правда, доказывается равно будут. Но, как сказали, естественно, преобразование. Я написал, вы сказали, естественно, преобразование. Я ничего не знаю. Так. Так вот. Отображение между хом-множествами, которое мы делали, мы сейчас их тоже построим в общем случае. Значит, хом-множество в категории С. Нет, в категории, в начале опять у нас. Значит, это будет F от С. Оно сейчас. F от С. Это будет, да, в категории D. Куда ввести нас? В D. В нас ввести. И отображать мы это будем по множеству категории С. С. Соответственно, из С в ООН. И это отображение, которое будет стрелку G переводить, ну, ровно то же самое, у ООН G, композиция С. И ровно из тех же соображений, которые мы применяли раньше, ну, здесь это вычисляется однозначно, и в обратную сторону, это как бы F, и мы можем это F сопоставить однозначно то же самое уже. Ровно из тех же соображений, которые у нас были, мы получаем изоморфность вот этих двух умножий. То есть они друг другу изоморфны. И эту изоморфность мы показываем, слово с помощью правила такой B, C. Но изоморфность я переписывать уже не буду. Это правило будет иметь вот такое. И мы получили аналогичное правило для случая сработного монроида, но теперь это два функтора. И как выяснится, с помощью таких обозначений очень удобно с этими функторами работать. особенно в ситуации, когда нам дали функтор и говорят, а найдите-ка к нему право сопряжённое. Мы выписываем фактически вот такое, ну, если что-то то какой-то из функторов неизвестный, мы выписываем это соотношение и начинаем смотреть, а что там должно быть. Ну, чтобы вот это оставалось педенцией, чтобы это всё соответствовало одно другому. Ну, дальше нам нужно будет смотреть на разные примеры. Давайте, наверное, сейчас сделаем перерыв. Первый пример задачи, в которой нужно найти сопряжённый функтор. Это, в общем, самое интересное, что может быть, когда нам дают функтор и говорят, вот давайте найдём к нему сопряжённый. И на примере этой задачи мы ещё должны обратить внимание вот на что. Вообще, насколько это обязательно должно существовать. то есть, вот у всякого лифунктора есть сопряжённый. Каким условием должна удовлетворять вот эти две категории для того, чтобы был сопряжённый с одной или с другой стороны. Это сложные вопросы, которых мы касаться на самом деле не будем, но это вот продолжение того тривиального материала, который мы здесь вводим. Итак, мы возьмём функтор практически оператора Лапласа. Такой у нас будет. Ну, на самом деле он не случайно такой. Там у него очень много общего с оператором Лапласа. Он будет действовать из категории, вот в такую категорию, как того произведение на категории. Вот такой функтор. Ну, те, кто знает оператора Лапласа, мы можем подумать, что там у него. Ну, там сумма вторых производных по каждой переменной. Ну, в нашем случае диагональный функтор это называется. И наша цель найти ему сопряжённое. Значит, ну, как он работает, этот диагональный функтор. Во-первых, каждому объекту он ставит в соответствие пару объектов. То есть это будет, как-то обозначал, да, диагональный. Вот он именно диагональ создаёт. То есть два объекта одинаковых будут. И каждой стрелке, мы должны сказать, что он там неоинно. Значит, если у нас есть стрелка F, которая действует... Значит, куда надо так... Ну, из C в C, да, вот здесь, на M где. Мы должны её переводить в какую-то стрелку, которая откуда-куда должна действовать. Вот из этих, да, из C в C в C в C. Ну, и это мы будем делать... А как можно? Ну, просто по компонентному применению F. Ну, да. То есть мы можем просто сказать, что это пара F. Вот такая будет пара F, которая будет соответствована истекантового произведения истекантового произведения. Без всякого взаимодействия. Первый компонент одним F переводится, второй компонент вторым F переводится. Ну, вот такой диагональный функтор. Почему на F больше из C на C? Он там, из C в C в C, Он там, из C в C в C. Он там, из C в C в C. Он там, из C в C в C в C. Ну, это... У нас же есть стрелки, которые там... Чёрт секунды. Чёрт секунды. Ну, C, наверное, ближе. Вот эти будут. А, штрихованные, да. Всё-таки вот так. Нет, ну, всё-таки, что такое C в C в C в C в C в C в C в C. Значит... Там вот всё-таки C в C в C в C. Ага. Там две категории. Дальше. Берегировать F. C в C. Сейчас, в C. Ну, в C в C в C в C в C. Сейчас, в C в C в C. Сейчас. Вот я ее немножко прописана. Вот эта стрелка может просто переводить за C в C в C. Да. То есть я не пишу доменные по домен. Это я просто пишу, как действует стрелка, которая вот которая вот таким образом описывается, она будет пара C, C или мои ставить их в соответствие, пара C' C', да? Вот это результат действия такого функта. Ну и вот вы должны найти сопряженный функтор, для которого какой-то R сопряженный, если он не справа, который должен действовать в обратную сторону, из вот такой категории, категории C, и он должен быть, вот я буду пользоваться вот этим обозначением, поскольку оно удобное, значит, ну там это все должно выполняться для произвольных объектов из одной категории и другой категории мы должны взять. То есть мы берем любой объект C из категории C, и какой-нибудь любой объект из категории вот такой, а такая категория будет, это пара объектов, да? Ну скажем, для любых вот таких. XY соответственно из текарного произведения категории. Так, ну и теперь записываем соответствующую объекцию. Значит, R у нас исходит сверху. Диагонально, как мы так, действуем на C, переводит нас в какую-то пару X и Y. То есть снизу C должно переходить вот в этот неизвестный нам R, который действует на эту пара. И вот нужно найти такой R. Это должно быть биенское, естественно. То есть мы безусловное должно работать. Снизу вверх и снизу вверх. Для того, чтобы сообразить, какой там пункт нужен, мы распишем это равенство, эту объекцию, как изоморфизм, соответствующий H множеству. И это нам поможет увидеть то, что нужно. Значит, сначала начнем мы вот с такого H множества, в котором из C нижняя я напишу. R в лекции B. Так, это у нас G. Q множества в C. Вот так вот. Значит, по определению изоморфизма это штука, ну и точнее, поскольку это биенское, это должно быть изоморфно. То, что у нас сверху в категории C. Декартного на C. Деагональный функтор С действует вот в такой балм. Вот. И теперь я начинаю работать с этим H множеством, пытаюсь понять, что это такое. Вот как вы считаете, что мы с ним можем сделать? Если это по множеству, вот в таком C на C. В такой категории. Что это такое? Можем ли мы его как-нибудь разбить на части? Если мы раскишем для C как C, то, может быть, у нас возникнет высокая категория. Ну, это C, да. Ну, это C, да. Ну, то есть, смотрите, у нас вот получается, что у нас везде пара. И категория такая парная, да, с парой категории. И здесь пара C, и здесь пара C. То есть, мы можем это разбить на декартовом произведении двух умножек, потому что они действуют же независимо. Смотрите, наш функтор диагонально устроен таким образом, что два компонента не зависят друг от друга. И они первые компоненты переводят в первый, и вторые компоненты переводят во вторых. Да, два компонента Cx на компонент Cy, да. Вот. То есть, это получается декартовое произведение двух умножек для категории C. Cx и карта по умножек на компонент Cy. Ну и вот дальше, смотрите, у нас получилась изоморфность, и слева и справа все происходит в одной и той же категории. Здесь в категории C, здесь в категории C получается. Ну и на что похоже тогда R от xy? И к чему это должно быть? К чему? К чему? К чему оно может оказаться? Наверное, Крепти должен сказать. Лучше не подсказать. Да, действительно. Значит, ну давайте смотреть. Вот. Это все отображения из C в какое-то R от xy. Мы не знаем какое. Здесь отображение из C в x, здесь отображение из C в x. И мы эти два отображения, множество отображений умножаем друг на друга. Значит, нам R нужно понять. И это все изоморфно, да? То есть должно быть взаимно-однозначное соответствие. Значит, мы должны увидеть, вот чем должно быть вот это R, чтобы это все красиво выглядело. Тут из-за отображения из C в x, тут из C в x, значит из C, они идут просто в декартовое произведение этих в xy. Ну, в смысле, ну, категория, ну, крестик, 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 да. То есть вот под этим мы R, xy, мы естественным образом понимаем просто вот такое произведение. И получается, смотрите, что? Вот эта штука, вот этот крестик, он оказывается сопряженным для треугольничка, для нашего диагонального функтора. И мы это, конечно, должны аккуратно, да, только я это в равно написал, это, конечно, не равно, это какой-то изоморфизм должен быть, потому что мы его из изоморфизма вводим. То есть давайте этот функтор, крестик, запишем, как он должен, откуда он, куда действует, во-первых. Вот понятно, что в данном случае этот крестик, он действительно действует вот оттуда, из вот в такой категории, вот в такую категорию. И обратите внимание, что какой-то крестик у меня на них исполняет. Всё, я сменил крестик, нормально. Нужно их не путать, конечно, эти два крестика. Крестик между категориями и крестик, который переводит пару объектов в один объект категории. И на самом деле отсюда вытекает требование основное до существования такого правого сопряженного. А именно какой? В общем, для этого функтора именно, для диагонального функтора. Каким должна быть категория, чтобы это действительно работало, чтобы вообще такой функтор существовал? Смотрите, мы должны каким-то образом вот пару объектов отсюда переводить в объект, в какой-то объект сюда. Значит, что должно в С существовать? Ну, все бинарные. Бинарные произведения должны существовать. То есть, получается так. Мы тем самым увидели вот такое простое условие. Вот этот функтор будет сопряженным, правым сопряженным. Значит, я это записываю вот таким образом, диагональному пунктору, при условии. Ну, что мы вообще технически сможем его построить. А для этого нужно, чтобы в С были бинарные произведения. Когда мы пишем категорию умножить на категорию, само по себе мы ничего не требуем. У нас такого требования не возникает. Более так, когда мы пишем вот такую штуку, нам не нужно наличие бинарных произведений. Ну, а зачем? Мы в любой объект вот так удваиваем и все. То, что здесь происходит, неважно. Вот один объект из одной категории, один из другой. Категория люба. Но как только мы пытаемся вернуться обратно и провести всю эту конструкцию, вот возникает понимание, что если здесь нет бинарных произведений, то просто построить этот правый сопряженный функтор мы никакими силами не сможем. И это такой простой пример условия, которое существует. Вот тогда у данного конкретного функтора будет сопряженный, только если цепь с бинарными произведениями нет. Ну, значит, не будет его существовать. Мы, конечно, должны достроить этот функтор, чтобы достроить сопряжение. Чего еще в сопряжении не хватает? Ну, естественно, преобразование. Да, естественно, преобразование. Единица этого сопряжения нам нужна. Значит, ну что здесь будет единицей? Мы должны предъявить какую-нибудь это С, которая будет так действовать. Единичный функтор на С на С. А, сейчас. Откуда, куда оно должно быть? Из единичного в композицию, ну, в крестика и треугольничка. А что такое композиция крестика и треугольничка? Ну, композиция в метро. Значит, ну, давайте сейчас. Значит, у нас там как было? Значит, у нас в определении сказано естественное преобразование, которое агенция переводит к тому УНОЕФ, да? В нашем случае давайте вычислять. УНОЕФ – это что будет? То есть один на другой. Это что получится? Сначала мы действуем треугольничком, а потом произведение. Да. Это будет С квадрат просто. С квадрат. С квадрат. С квадрат. То есть, то есть отображение должно действовать из С, С квадрат. С умноженное на С. И мы должны его каким-то образом описать. Вот для конкретного объекта С тогда это что будет? Ну, что значит С квадрат? Ну, С умноженное на С. Что такое С? Ну, это объект С. Ваш объект. Сейчас. Подождите. Подождите. Это же у нас естественное преобразование. С квадрат. Ну, он на С. Ну, и как оно должно здесь? Что там должно быть? Там должно быть пара стрелок. Не пара. Одна стрелка, которая действует через треугольничком в крестинг. Нет, сейчас он сначала действует треугольничком. Нет. Прождите, она сначала действует треугольничком, а потом произведем. Она действует из С на С, а не в Ц на детали? С на детали Ответ. Нет. Сначала делаем треугольничку, получаем пару, потом ее обмножаем, получаем их просто в цель. Это треугольничку, да? Ну, это треугольничку. Щапс, значит... Ну, здесь треугольничка действует из цель в квадрат в квадрат в квадрат в квадрат в квадрат. Ну да, там в цель у нас. Все правильно. Все правильно, это действительно. Ну, смотрите... Мне кажется, что будет правильно, если мы берем там категорное произведение, а допишем там просто произведение... Цель на цель, произведение объектов, цель на цель. Ну, то есть оно должно... Так, если оно действует произведение объектов цель на цель, то как должно действовать преобразование? То есть нам нужно обеспечить вложение тогда... То есть это, ну, если это тоже конкретно и цель будет, да? Это будет вот такая стрелка между объектом цель и... Это произведение категорное объектом, да? Да. Ну, когда нужно стрелочку другую висовать, то это просто объект, например. Ну, это как стрелка. Это как стрелка уже, как конкретная часть преобразования. Да, да, да. Это просто стрелка. И как тогда нам задать, как оно должно действовать? То есть мы же должны сказать, как построить первый объект и второй объект. Вот в этом типе мы берем цель или дождейство. Получается пара, которая, ну, двух дождействами. А, да. Каким-то таким образом. И тогда будет наоборот. То есть мы говорим, что это строится, ну, объектом действуем. Он переводит один сюда и один сюда. И два таких дождействами. Вот. И теперь мы это можем нарисовать, чтобы было понятно, что происходит. И будет, будет, да. Значит, сверху у нас вот такой объект. Так, кто у нас там? Сейчас я всю. В x, в x, в y. В x, в y это будет. В x, в y это будет. Ну, давайте вот с этой стороны, что ли, отсюда построим. То есть у нас есть c, который переводится декартово произведение x на y. И это наша функция x. Ну, традиционно. Здесь будет, соответственно, декартово произведение этих объектов c на c. И вот здесь это как раз вот, да, это c. Вот. Вот. И здесь это отображение. Какое нам тут надо написать? У нас это отображение будет по отдельности. Мы его так строим. Действовать первые компоненты на первые, вторые на вторые. То есть это какая-то пара стена будет получаться. Вот. То есть это здесь мы его, ее обозначаем вот таким образом. Мы так, отображение на декартовое произведение категории. Уходим на f2. А здесь уже, это другая категория. Смотрите. Это объект, это какая категория? Это категория c. А вот это какая категория должна быть? Цена c. Да. Поэтому здесь пара идет. То есть это в категории c, что происходит, а это в категории c, где каждая уложенная на c. Поэтому здесь везде пара, здесь пара, здесь пара. И, соответственно, пара таких же точек стрелок будет сверху. Вот. И вот это, вот в этой, это свойство этих функторов. Диагональный и крестик. Вот мы здесь показали. Вот. Ну, то есть, значит, нам нужно по-хорошему еще убедиться, что действительно эта диаграмма коммутативна. Просто выписать соответствующее соотношение для пар и посчитать, что действительно оно так и есть. Ну, это мы сейчас пропустим. Так, давайте сейчас вернемся к нашему исходному определению. Определению сопряжения и попробуем подумать, что нам там не нравится. Значит, давайте вспомним его. Мы там говорили что-то такое. Мы называем, мы называем сопряжением два пунктора. Там и преф, и у. И естественное образование. Преобразование, которое мы называем единицей. Такие, что для любых объектов. Это в C и D, это любой F в какой-то стрелке вот такого вида. Там имеет место свойство. Вот эта диаграмма является коммутативной. Смотрите, проблема этого определения состоит в том, что оно не симметрично. Оно у нас жестко определяет, что является левым сопряженным, что является правым сопряженным. И на самом деле это не очень хорошо. Зато всякий раз после такого определения, и в случае с фуннекторами, со свободными модулами, в общем случае с фуннекторами, мы переходили к какой-то характеризации этого определения в виде изоморфизма. И изоморфизм вместе вот со всеми этими схемами вот такого рода давал нам гораздо более симметричную картину. И выясняется, что мы можем на самом деле за определение взять вот такого сорта симметрическую, характеризацию левого и правого сопряженного и получить определение гораздо более хорошего качества. Вот давайте мы сейчас к этому пути пойдем. Но прежде чем это делать, я сформулирую теорему, которую доказывать не буду, потому что он оказывается длинным. Но оно нам позволит это делать. Но в конкретных случаях мы на самом деле соответствующее построение проделали, но в общем случае доказывать более ультальность. Только что такое симметрическое определение? Вот когда вам говорят, что вот это левый и правый сопряженные, когда имеет место вот такой изоморфизм. Изоморфизм дает вам симметричность. Потому что изоморфизм действует в одну сторону и в другую. Вы можете местами поменять, и у вас все будет сохраняться. Но сейчас мы сделаем. Так вот, свойство следующее. Пусть у нас имеются вот такие функторы. Я снова пользуюсь вот этим обозначением. Сразу двух функторов в одном. И Ерема утверждает, что следующие условия эквивалентны. Два условия у нас будут. Первое условие. F является левым сопряженным в руку. Ну, то есть, и дальше мы можем переписать наше первое определение целиком. То есть, мы там что писали? Значит, существует естественное преобразование с универсальным свойством для любых двух объектов и так далее. Вот это все то же самое. А вторая часть, вторую. Выглядит таким образом, что для любых двух объектов C и D, ну и соответствующей категории, не буду повторять. Существует изоморфизм. Изоморфизм Фи, который действует вот так как, ну, так как у нас было в характеристических свойствах соответствующих. Вот это все, что, значит, darle, давайте simples и так далее. Сейчас также выкладываем... Ну, сейчас давайте перебитывай, мы будем первыми... Вот из аморфизма мы получим две стороны, с этой стороны сильно загадываются. У любых CD существует такой из аморфизм и, все самое главное, естественный OCD. То есть мы можем C варегировать в одну сторону и D варегировать в другую сторону, и получается естественность, и там что-то непонятно. Что вы хотите там сказать? Что начать естественный по CD. Ну, когда мы строим функторы, у нас, смотри, у нас здесь есть FAC, есть C. Значит, мы можем делать переход от C в C штрих какому-нибудь. Ну, как естественных преобразований. То есть, соответствующие преобразования, если мы будем рассматривать это отображение, вот один функтор ведет нас отсюда сюда, до конкретного цели. Значит, если мы сделаем функтор, который из C переводит в C штрих, то то же самое будет иметь место для C штрих. И мы сможем построить квадратную диаграмму U, как обычно, для естественных преобразований. Это называется естественная процента. Это если вместо C постоит прочерк, и вместо D постоит прочерк, то то что будет естественное преобразование, а теперь мы будем до C штрих. И то же самое для D. В каждом случае мы сможем соответствующее естественное преобразование построить. Так вот. Так. Это два условия. Причем эти условия между собой связаны. Причем это уже продолжение этой теоремы. связь состоит ровно в тех равенствах, которые мы писали. Значит там. Φ будет вычисляться как U от G на это C. Это то, что у нас было. И это C будет вычисляться вот таким образом. Так вот. И мы будем делать C от... Как вы думаете? ... 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 это единица вот для такого объекта. Вот такое. Получится. Это вот, как мы сейчас формулировка теоремы. Так вот, второе характеристическое условие здесь, оно является симметричным. Обратите внимание. Из-за того, что мы можем этим изоморфизмом пользоваться в обе стороны. Первое определение несимметричное. Мы же отдельно выделяем левый сопряженный к и оно все построено на этом, и диаграмма строится конкретная, а эта симметричная. Поэтому чаще всего определяют сопряженные функторы, пользуясь вот этим симметричным определением и дают вот такое определение, которое мы сейчас запишем. Просто воспользовавшись вторым второй частью условия. Так, определение. Сопряжение состоит из двух пунктов. Так. и естественного изоморфизма. Ну вот, ровно того, который мы там вылицовали. Да. Сюда. То есть, естественного изоморфизма, то есть, снова естественного в обе стороны. И вот, полученное определение является более красивым, поскольку оно полностью симметрично. А раз оно симметрично, вот смотрите, что нам, что нам дает симметричность. мы можем построить, вернуться назад к первому условию и сформулировать его двойственной форме. Значит, если там говорится F, левый сопряженный У, то двойственная форма получится какой-то. То есть, на что левый сопряженный поменяется? Это определение правым сопряженным. То есть, У это правый сопряженный к F, и дальше, ну вот там у нас диаграмма, универсальное свойство, в которое поворачиваются все стрелки. И выясняется, что симметричное определение позволяет вот, как бы, давать нам и то, и другое. То есть, мы можем определять левый сопряженный и правый сопряженный таким образом. Так, хорошо. Мне осталось еще рассказать несколько простых примеров, которые я быстро расскажу, просто чтобы обозначить какие бывают штуки. Ну, один чуть подробнее, а остальные совсем коротко. Примеры сопряженных пунктов. Пусть у нас есть категория с бинарными произведениями. Я там фиксирую какой-нибудь объект А, объект этой категории. И хочу рассмотреть функтор, который занимается умножением на А. То есть вот как-то так. Умножение на А, это его обозначение, но он действует из категории С. Категории С. То есть, скажем, произвольное E в X переводится им вот такое же. И я хочу найти для него да, ну и соответственно стрелки. Если стрелка из X выгодит, то она переведется в какую-то стрелку из X на А Y на А. таким образом. Ну, в качестве примера, то есть, что, например, можно взять конкретную, что там, нам нужно, чтобы первый переводился эта стрелка, чтобы она переводилась в X переводилась в Y, а H бы оставался на месте. То есть, скажем, в единице это как не будет. То есть, это получится стрелка H умноженная на единице объекта А. Вот ровно такую будем вычислять. Так, хорошо. Значит, нам нужно найти, выяснить, когда есть правый сопряженный и найти его. Значит, рисуем соответствующую объекцию слева у нас сверху X умноженная на А переводящаяся в какой-нибудь Y. Так, у нас сейчас, значит, что мы этот сверху у нас нам как было F от C переводится в какой-то D. Значит, X и Y это произвольные объекты. Мы берем здесь. Вот это будет у нас F от C, то есть, мы умножаем на произвольный X и получаем другой-то произвольный Y. А внизу у нас что должно быть? Мы тут переводим объект X в какой-то O от Y. Правый сопряженный. И мы этот правый сопряженный не хотим найти. Ничего вам не напоминает про картонка? произведение, которое мы переводим у Y, а тут первый компонент для того произведения, которого что-то надо переводить. может перевести ее потом за проекцией. Чтобы называете проекцией. Это для программистов задача. Вопрос я подсказан. Тогда мы тоже наверное совсем. Да, 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 да. Смотри, если мы в качестве U возьмем знакомые нам экспоненциалы, то есть Y в степени А, вот тут я сейчас сотру и напишу U в степени А. То есть отображение из А в Y, да, что получится, ну, картинка, по крайней мере, соответствует тому, что надо. То есть у нас функтор будет, который Y, объект, переводит в Y в степени А. Такой функтор. И именно он окажется сопряженным. И мы можем записать тогда, что сопряженным вот такому умножителю на является правым сопряженным будет экспоненциал для А. Этот объект мы будем менять все равно. Вот. И дальше, если мы продолжим эту аналогию, смотрите, мы сейчас что сделаем. Вот мы это положили, а потом возьмем и вот эту штуку, мы же в одной категории, если у нас там есть экспоненциалы, как-то аналоговые категории, мы этот объект возьмем и подставим вместо ха, и посмотрим, что у нас получится. Мы же это можем делать для любого объекта. У нас свойства универсальные, для любых объектов это можно делать. Ну, меркнет один. Значит, y в степени а умножить на а стрелочка y здесь будет y а стрелочка y а вот это преобразование, оно обычное, это просто единичка будет, почему y а, а не y а в степени а где? Почему? У нас же у от y у нас был на месте, мы с y ничего не трогали, мы только и заменили. Что там сверху получилось? Прямление вычисления. Вычисления. Это вычисления, это то, что мы на... Эпсонок лунный. Запомни. Вот. Ну это действительно это функция, это его аргумент, мы подставляем и вычисляем умы. То есть выясняется, что... Но теперь мы можем сформулировать условия. В каком случае у такого функтора существует правый сопряженный. Он существует, когда в категории существуют все экспоненциалы. Например, если это декартово замкнутая категория, то у такого функтора будет существовать правый сопряженный, он будет иметь вот открытку. Дальше. Если в этой... Категории у нас как бы параметры, которые мы передали функцию из А в В В. Я просто не понял, почему он сопряжен. Почему это то же самое, что X на А перевести в Y то же самое, что X перевести в Y? X не в Y же перевести, а X перевести Y в степени А. Это все функции из А в Y. А, и мы тут как будто 0 в X? То есть это обычное карирование. Была функция двух аргументов, мы вычислили результат, а теперь функция от одного аргумента, но результатом является функция от А, которая вычисляет 1 в Y. Это переход от функции двух аргументов в функции одного аргумента возвращающая функция. Так вот, значит, дальше, если мы будем разбираться, если мы возьмем той же декартово-замутой категории вот функтор вот такой, помните, значит, у него правый сопряженный такой был диагональный аргумент. У нас написано. даже написано. Я закрыл специально. Так, как вы думаете, что будет здесь? Что будет левым сопряженным на него? Все, все, дели. Дели. Аналитико ответ. А серьезно? Чтобы красиво было. Чтобы было красиво. А что там должно быть? сумма? Да почему не правильно? Сумма. Ну, сумма, конечно. Конечно, сумма. Именно, именно, это уже без обсуждения, просто, как есть. Дальше. Мы можем, значит, здесь мы рассматривали диагональный, мы его можем немножко подкручивать. вот если мы возьмем вот такой дельта 2, который будет переводить из категории С в категорию С на С, но мы его будем рассматривать вот таким образом. Вот это у нас изобор С в квадрате, и считать, что такой функтор переводит, на самом деле, может по отдельности давать нам один компонент и второй компонент. То есть, как бы, это у меня теперь рассматривают на индексы. То есть, когда мы действуем диагональным вот таким функтором 2 на какой-то объект, и потом еще можем подействовать ноликом или единичком индексы и извиннички. Да? То есть, вот если мы таким образом будем трактовать диагональный функтор, и после этого эту двойку заменим на какое-нибудь индексное множество, индексное множество, которое индексное категорию, как говоря, то есть функтор будет действовать точно так же, по индексам. У него тоже окажутся правый и левый сопряженные. Гер, какой у нас с кеми были индексы категории? пределы, совершенно верно. И вот эти пределы тоже окажутся для него сопряженными. Я правда не помню, какой из них какой. Это предел просто. Предел. Тогда здесь помню. Это будет у предела сам. Дельца должен быть сопряженный, вот таким образом работающим канального фунта. И последний пример тоже на таком уровне без объяснений. Так, а пределы, вы помните, там Денис еще гордился тем, что введенные ранее понятия это частые случаи пределов. Вот в теории категории никогда нельзя останавливаться. есть что-то, что круче и обобщение и все такое. Это просто конкретный случай вот таких. понятие сопряженной функторов более общее, то включает в себя много чего другого. Так, вот. И последний пример из логики. Логики есть серьезная проблема всегда. Ну, когда там есть формула с булевыми операциями, все хорошо, всем все понятно. А когда появляются квантеры, то возникают сложности, потому что это сущность какой-то другой природы совершенно. Ну, квантеры это же не совсем логическая операция, у нее там много всего своего. Так вот выясняется, что эти квантеры тоже могут описываться с помощью понятия сопряженных функтора и делается это с помощью вот такого функтора звездочка, который на самом деле крайне тривиален, он переводит нас вот таким образом. Значит, если мы введем такое обозначение, форм это формулы со свободными переменными вот из такого набора и к чертой это означает какой-то набор x1, x2, x3 там много чего и мы можем вкладывать такие формулы добавляя к ним свободные перемены вот я y добавил вот это множество или категория всех формул со свободными переменными x1, x2 и так далее xn ну, сколько это а здесь формулы со свободными переменными с x и еще y добавляется ну, как например вы взяли формулу x или x1 или x2 эту формулу мы можем рассматривать как формулу здесь так и формулу здесь ну, просто эта переменная не использована но она как бы есть но в данной конкретной формуле не используется вот такой функтор он просто обеспечивает нам вложение так вот если мы такому функтору начнем искать белый и правый сопряженный то выяснится что действуют они в точности как функторы или именно смотрел чтобы не перепутать то есть квантер правый сопряженный у него будет квантером всеобщности а белый сопряженный у него будет квантером существования ну, почему так потому что обратите внимание квантеры это же обратная операция это же Продолжение следует...